Сегодня мы с моим коллегой Кириллом, он специалист технической поддержки, занимается как раз конечным оборудованием, в том числе телефон Minialink. Вам постараемся ответить на те вопросы, которые наиболее часто нам задают техподдержку. Для того, чтобы максимально подробно на них ответить и полно, мы будем как в формате презентации рассказывать вещи, так и демонстрировать вживую на веб-интерфейсе телефона. Мне будет помогать Кирилл. И давайте приступим. О чем сегодня поговорим? Для начала посмотрим, как подключаться к телефону, посмотрим на его веб-интерфейс, на стандартные настройки, на наиболее часто используемые функции, как они настраиваются, как их использовать, что они из себя представляют и зачем они нужны. Поговорим о записанных книгах, которые использует телефон Minialink. На практике посоздаем, позагружаем на телефон, посмотрим, как все это дело выглядит внутри. Часто нам также задают вопросы по... ...когда на телефоны приходят вызовы с неизвестных номеров, на что желаются пользователи. Этот момент же рассмотрим. Откуда они появляются, что можно сделать с стороны телефона. И не только с телефона, пожалуй. Ну и по вопросу НАТО и работы из-за НАТО телефона в целом. Далее поговорим также о таких вещах, как ПО телефонов. Посмотрим, как расшифровывается версия ПО, какой актест за что отвечает, когда стоит обновлять ПО, и как вообще в целом это все выглядит. В разрезе вопросов НАТО поговорим еще про одностороннюю слышимость, почему она возникает, как рассматривать проблему, как ее решать. И закончим на автопровиджинге телефонов. Поговорим опять же о том, что это такое, какие есть методы и как этим пользоваться. Так, из вновь прибывших всем мне хорошо слышно, всем мне хорошо видно. Прекрасно. Тогда начнем. Ну, как подключать телефон, я полагаю, что все мы с вами знаем. Нам нужно достать его из коробки, собрать и подключить либо к ПО, либо к адаптеру питания. На что единственное, наверное, хотелось бы здесь обратить внимание, мы крайне не рекомендуем использовать одновременно адаптеры ПО. Телефон Ялинк работают со всеми коммутаторами, которые поддерживают стандарты 802.3 AF. И необходимо при питании по ПО использовать коммутаторы с таким форматом. Мы, естественно, рекомендуем коммутаторы, которые представляет наша компания, но ни в коем случае у вас не ограничиваем выбор. Далее, когда телефон подключили, вам необходимо зайти на его веб-интерфейс. Как это сделать? Нажимаем кнопочку ОК, смотрим IP-адрес в появившемся окне на экране телефона. IP-адрес вводим в адресную строку веб-браузера и заходим на веб-интерфейс телефона. По умолчанию используется логин, пароль, админ, админ. Если его никто до вас не менял, или вы меняли, то таким он и остается. Перейдем к непосредственно функционалу. Наверное, одна из наиболее используемых функций это трансфер или перевод вызова. Для чего он нам нужен и какой он бывает? Трансфер нам нужен, когда нам необходимо перевести, направить звонок, который на нас пришел, на другого сотрудника. Трансфер бывает слепым и сопроводительным. Слепой трансфер нам необходим, когда мы по какой-то причине не можем или не хотим предварительно доносить какую-то информацию для человека, на которого мы переводим вызов. В этом случае мы нажимаем кнопочку «Тран» в процессе разговора на телефоне на подэкранном меню, подэкранную клавишу. Вводим номер телефона и еще раз нажимаем на ту же самую кнопочку «Тран». Трансфер произведен, вызов ушел от нас к абоненту, на которого мы хотели этот самый вызов перевести. Сопроводительный трансфер подразумевает, что мы можем донести какую-то информацию для человека, на которую мы вызов переводим. Соответственно, в этом случае мы сначала после нажатия кнопочки «Тран» набираем его номер и нажимаем либо «Ок», либо «Сайм», либо «Решетку». После чего мы соединяемся с человеком, на которого мы хотим вызов перевести, рассказываем ему о том, кто звонит, зачем звонит. И после этого либо завершаем разговор, кладем трубку и вызов переводится, либо нажимаем еще раз кнопочку «Трансфер» и вызов опять же переводится. Это все просто, это все, я полагаю, понятно. Еще раз на съемке. В случае слепого трансфера у нас мы просто направляем вызов на второго абонента и исключаемся из этой цепочки. в случае с сопроводительным трансфером мы сначала ставим на удержание этого абонента, который нам звонил. После этого разговариваем с человеком, на которого хотим перевести вызов и нажимаем уже кнопочку «Трансфер» для того, чтобы перевод завершить. Помимо кнопки «Тран», которая у вас находится на подэкранном меню, вы можете также использовать DSS-кнопки. На самой DSS-кнопке вы просто указываете тип «Трансфер» и номер, на который вам необходимо настроить перевод. И есть отдельная настройка, мы ее также покажем, на которой вы указываете, каким образом у вас по нажатию этой кнопки будет производиться перевод вызова. Либо он будет справедливый, либо он будет слепой, либо вы просто будете вызов совершать. В принципе, так тоже можно настроить. Для чего часто еще используются клавиши телефона? Естественно, особенно клавиши, которые находятся в сбоку от экрана. Это функция BLF, это индикация состояния абонента, на которого вы данную кнопку настроили. Зачем это нужно? Я полагаю, что это понятно. Например, у вас есть секретарь, на который вы приходите вызовы, и ему необходимо вызовы переводить на руководителя, на директора, но в этом случае секретарю необходимо понимать абонент на той стороне, руководитель, он занят или свободен, может ли он сейчас принять вызов. Также, в принципе, в офисной работе часто необходимо понимать человека, на которого вы забудете переводить, особенно если вы пользуетесь слепым трансфером, сможет ли его принять. Собственно, для этого используется BLF, она настраивается на клавишах, которые находятся сбоку от экрана. По умолчанию, если индикатор горит зеленым, который мы настроили, то у нас абонент свободен, если он мигает красным, то абоненту пришел вызов, но он еще на него не ответил, и если горит красным, то абонент находится в разговоре. Я полагаю, это всем понятно. Еще одна вещь, которая часто пользуется, это перехват, он работает уже в связке с ТС, это не целиком функционал телефона. В отдельном меню вы можете настроить старкоды, которые будут завязаны на ТС, и в дальнейшем на DSS-клавише завести перехват вызова. Зачем вообще перехват нужен? Он позволяет вытащить вам вызов из группы, либо с конкретного телефона абонента, который по каким-то причинам не может на него ответить. Например, ваш коллега отошел, но вы видите, что ему на телефон поступил звонок. Чтобы не проползал звонок, чтобы клиент не потерял с вами контакт, вы пользуетесь перехватом и отвечаете человеку, который вам звонил, и разговариваете с ним. Либо сами даете ему какие-то консультационные данные, либо говорить о том, что он в дальнейшем может перезвонить в определенное время. В любом случае вызов не пропадает, это повышает лояльность клиентов. Трансфер работает, прошу прощения, перехват работает в двух режимах. Это групповой перехват, когда вы можете захватывать вызов с определенной группой абонентов, которая заранее на АТС настраивается. И это прямой перехват, когда вы перехватываете вызов непосредственно с конкретного номера. Соответственно, в телефоне, как я сказал, вы настраиваетесь эти самые старт-коды и в дальнейшем можете на клавишах их использовать. Как я сказал, применяется этот момент, когда либо мы хотим перехватить вызов с конкретного сотрудника, либо мы работаем в некой общей группе, когда мы можем перехватить вызов с любого телефона группы. Еще один момент, который часто вызывает вопросы, это переадресация. Зачем, собственно, это нужно? Переадресация у нас нужна, когда мы понимаем, что абонент, например, в течение какого-то времени, если не ответил, вызов чтобы не пропал, вызов должен пойти еще куда-то. Мы можем на самом телефоне такой момент настроить. Настраиваем мы его для трех случаев. Можно настроить, чтобы вызов всегда переводился с телефона. Это, например, актуально в случае, когда сотрудник временно куда-то уехал или недоступен по каким-то причинам на долгое время. В этом случае все вызовы, которые будут приходить вам на ваш телефон, они будут переадресовываться на какой-то номер внешний, внутренний. Неважно, это зависит от маршрутизации вашей АТС. Можно настроить переадресацию по занятости, то есть, когда у вас абонент будет находиться в процессе разговора, вызов будет переадресовываться. В остальных случаях, соответственно, вызов не будет переадресовываться, он будет оставаться на абоненте. И третий момент, которого на скриншотке нет, к сожалению, это возможность переадресации по неответу. То есть, вы указываете определенное количество времени, если в течение этого времени у вас человек на телефон не ответил ваш сотрудник, то вызов переадресуется дальше там либо его коллеге, либо ему на мобильный, либо еще каким-то образом какой-то с вами настроить. О чем еще хотелось бы поговорить из функционала, это интерком. Для чего нужен интерком? Если говорить о совершении вызова в режиме интеркома, то используется для того, чтобы руководитель мог связаться с кем-то из подчиненных в большинстве своем, то есть он нажимает на клавишу интеркома по заранее заданному номеру и на том конце, если на телефоне это разрешено, автоматически поднимается трубка и вызов переходит в режим громкой связи. В настройках мы тоже можем назначить приоритет интеркома. В этом случае у вас, если секретарь, например, разговаривала, то ее текущий вызов поставится на удержание, а по интеркому автоматически произойдет ответ. Интерком должно поддерживать ваше АТС и на своем телефоне вы можете настроить совершение вызова по определенному старкоду в сторону телефонной станции и отдельно, я думаю, Кирилл также покажет, в меню телефона можно разрешить или запретить принятие вызовов в режиме интеркома. Также при принятии, при разрешении принятия вызовов актуально, если у вас существует оповещение на АТС. Например, громкое объявление в случае какой-то экстренной ситуации, пожара, чего-то подобного. Это также можно на телефонной станции обычно настроить. Существует группа оповещения, куда вы добавляете определенные номера. И на своем телефоне вам для этого тоже нужно, чтобы интерком был разрешен, чтобы в таком режиме у вас трубочка поднялась сразу у сотрудников. В противном случае телефон просто будет звонить, ему нужно будет самостоятельно поднимать трубку. И такой тоже часто используемый функционал это конференция. Здесь все довольно просто. Также есть подэкранная клавиша Conf, которая нам позволяет в режиме разговора совершить еще один вызов на другого абонента и в дальнейшем эти вызовы объединить. Когда у вас вызовы объединены, вы можете, если вы создали эту конференцию, заглушить кому-то микрофон, отключить его временно от конференции или совсем из конференции удалить. Ну и, соответственно, конференцию не взять на удержание целиком, либо завершить также в целом. на этом по функционалу презентационную часть пока закончим. Кирилл, я тогда попрошу тебя помочь. Давай продемонстрируем вместе эти же моменты, как они настраиваются на самом телефоне. С какой станцией работают? Телефон Ялинк работают со всем оборудованием серверным, которое поддерживает протокол SIP в рамках RFC. Соответственно, все, что этот протокол также в рамках RFC без каких-либо собственных доработок от производителя поддерживает, все будет работать с телефонами Ялинк. Я совсем понимаю ваш вопрос, что значит демонстрация на какой-то S. мы у себя для тестов в основном используем оборудование Ястар либо 3S, собственно, поскольку этими продуктами мы занимаемся. Сейчас перейдем к лепинтерфейсу телефона. Так, все должно быть видно. Хорошо. Собственно, вот таким образом будет выглядеть интерфейс телефона во всех новых версиях, которые в ближайшее время выйдут. Давайте сейчас с вами посмотрим вход и настройку первичного функционала. Предположим, что мы с вами уже кнопочку ОК нажали, ввели вот здесь в адресной строке IP-адрес, зашли на интерфейс входа телефона, набрали стандартный логин пароль, авторизовались. На телефон мы зашли, здесь в первую очередь обычно мы регистрируем аккаунт, потому что без него у нас остальное работать не будет. Соответственно, переходим на вкладочку аккаунт, заполняем необходимым образом поля. поля лейбл у нас отвечает за то, как у нас данная линия будет отображаться на экране телефона в дальнейшем. Отображаемое имя это то, что мы посылаем в сторону телефонной станции и, соответственно, другого абонента, если, ну, когда мы совершаем вызов. Имя регистрации у нас используется непосредственно для регистрации на сервере. ID пользователя это то, что в момент вызова будет посылаться в качестве авторизационных данных телефона. В общем случае они у нас совпадают, но бывает так, что они различны. Пароль, ну, это пароль регистрации, далее мы указываем адрес или домен имя сервера, порт, если он меняется, то указываем другой, и протокол для подключения. Нажимаем сохранить, включив галочку, соответственно, включить чекбокс в данном случае. Все хорошо, у нас все зарегистрировано. Я вижу, что Кирилл к нам вернулся. Наверное, сейчас продолжит демонстрацию. Здравствуйте, меня слышно наконец-то? Да, здравствуй, Кирилл, тебя слышно. Я пока рассказал про Ну, я думаю, тогда ты можешь пока продолжить, если ты уже начал. Я там со своей стороны что-нибудь добавлю. Хорошо. Так, о чем мы с вами говорили по функционалу? Мы с вами говорили про трансфер вызова. Трансфер у нас настраивается как подэкранная кнопка по умолчанию. Соответственно, вот в кнопках клавиатуры мы можем увидеть, что у нас вот есть кнопочка трансфер. И также трансфер у нас настраивается на кнопках линии на DSS-клавишах. Мы здесь можем выбрать тип трансфер и указать номер, на который нам необходима переадресацию. Здесь поле лейбл заполняется таким образом, как нам необходимо. Это свободное поле, вы туда указываете просто то, что вы хотите увидеть на экране. Вот. Также мы с вами говорили об лав-клавишах. Таким образом заполняется здесь. Здесь мы указываем номер абонента, которого мы хотим, состояние, которого мы хотим мониторить. Далее указываем каким образом у нас на экране будет отображаться этот самый абонент, этот самый клавиша. И в поле дополнительно мы указываем, если это необходимо, то, что будет подставляться к номеру, который мы указали в момент нажатия этой самой клавиши. Например, нам необходимо, чтобы производился перехват по нажатию этой самой клавиши. Мы дали здесь звездочка 4, например. Указываем номер абонента. и указываем имя сотрудника. Сохраняем. Единственное, что здесь есть документ. Кирилл, наверное, все-таки я тебя прошу подключиться, потому что у меня нет возможности демонстрировать экран самого телефона. А это стоило в данном случае. конечно. Тогда давайте сейчас я демонстрирую свой экран. Видно, да? Да. Отлично. Вот я захожу в телефон. Тоже настроить сейчас быстро BLF. В принципе, Всеслав уже все рассказывал. Тут надо указать номер. Здесь можно имя. и сохранить. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть именно на экране телефона. Или не покажу. Сейчас я попробую. немножко о том, что мы пытаемся сделать. Телефон поддерживает со своей стороны. У тебя IP-адрес возможно изменился, Кирилл. Ну, да, возможно. Давайте проверим. Возможность удаленного управления. В том числе мы можем с помощью команды ScreenCapture, если мы заранее разрешили для этого IP-адрес доступ, демонстрировать экран телефона. Я люблю в таком режиме вам все это дело показать. Сейчас я вот должно показать. Как вы видите, вот у меня появилась BLF-ка. Она горит зеленым цветом, то есть абонент свободен, я ему могу сейчас в данный момент позвонить. Если я бы абонент разговаривал, то тут бы мигало, горело красным цветом, и я бы знал, что этому абоненту звонить смысла нет. Также давайте сразу покажу про трансфер, как он настраивается тоже выглядит на телефоне. Тут на самом деле очень много настраиваний, про все мы, к сожалению, не успеем рассказать. Ищем здесь трансфер, указываем номер, на какой хотим перевести, также пишем трансфер «Всеслава». И будет выглядеть на телефоне. То есть вы нажатием одной кнопки сможете перевести звонок на «Всеслава», что довольно удобно. так, что еще я должен рассказать вроде по трансферу BLF, а, ну, смотрите, переадресация, да, еще по поводу трансфер, тут по поводу переадресации, это функции переадресации настройки, здесь можно включить, чтобы переадресация всегда была, то есть на любой вызов телефон переадресовывал, указать номер и код включения данного функционала, код выключения. Можно настроить переадресацию по занятости, также указать номер и коды и по неответу. Таймер можно указать, да, код это код, который находится на АТС, вы там смотрите этот код, когда вы набираете на телефоне этот код, то, собственно, телефон переходит в режим переадресации и начинает переадресовывать в зону. Так, на самом деле по переадресации это в целом все настройки, тут можно еще указать номера, с которых переадресация для которых не будет работать, в целом переадресация наверное все. По трансферу, трансфер можно тут включить, просто выключить эти режимы, полуавтоматические, слепые, с сопровождением и настроить трансфер через DSS-кнопку. Как вы видите, здесь можно через новый вызов это сделать, как сопроводительный трансфер, как слепой трансфер, а опционально вам будет предлагать все эти три выбора сам телефон. Пару слов на тему вообще того, что мы здесь настраиваем. Полуавтоматический трансфер вообще, что это такое? Это тот момент, когда вы хотите сделать сопроводительный трансфер, но не нажимаете еще раз кнопку тран для перевода, а просто колодите трубку для того, чтобы это работало, вам необходимо здесь включить этот момент. Ты про книжки пока еще не рассказал. Про книжки я пока еще не рассказал. Ну, наверное, тогда на самом деле по основному функционалу это все. Когда доберемся до книжек, я уже покажу, как загружать непосредственно телефон. Прекрасно, тогда я продумаю. Немножко по... Слав, смотри, там вопрос в чатике, наверное, стоит сразу ответить. Подскажите еще раз, как мы включили скрин Кэпча на телефоне? Давай, наверное, я еще раз включу демонстрацию. И покажи тогда весь этот процесс. Смотрите, видно, да, у меня экран? Да, видно. Так, во-первых, вам надо зайти на телефоне и разрешить контроль подключения. Вот, он находится в функции контроль подключения. Тут надо указать IP-адрес компьютера, с которого вы будете эти подключения совершать. В моем случае у меня адрес моего компьютера это 62-168-11-101. В принципе, можете указать несколько, то есть через запятую, либо вы можете сюда вообще указать Any, и тогда абсолютно любой компьютер в сети сможет иметь доступ к этому телефону и делать такие запросы. Так делать мы, естественно, не рекомендуем, потому что это разрешение для Action.ru, которое позволяет в принципе управлять телефоном, не только делать сканкапчу. Поэтому для всех адресов крайне желательно разрешать доступ. Да, в целом это на самом деле единственная настройка, которую надо сделать на телефоне. А дальше уже идет в бой так называемая Action.ru, которую мы, наверное, расскажем попозже, когда будем рассматривать админ гайд. Там есть список всех этих команд, но одна из них это ScreenCapture. То есть просто просто вписываете HTTPS, IP-адрес телефона, слэш и ScreenCapture. И, собственно, вам телефон вот такой вот скрин отдаст. При первичном запросе вам необходимо на телефоне, на самом, физически, подтвердить, что вы предоставляете удаленный доступ. Нужно сделать один раз для того IP-адреса, с которого вы подключаетесь, и в дальнейшем телефон такого запрашивать не будет. Да, тут на самом деле очень много этих ActionUri. Там можно даже звонок удаленно сделать через этот запрос. Наверное, я чуть попозже, когда мы будем рассматривать еще раз админ гайд, я углублюсь на эту тему немножко и расскажу. И по тому, на каких моделях это работает, это работает на всех моделях. Основной вопрос, наверное, для демонстрации в том, что у вас изображение будет в том разрешении, в котором работает экран-телефон. То есть, например, на T19 вы увидите вот те самые там 128 на 64 пикселя, что будет очень мало. Но, тем не менее, и его экран также можно демонстрировать. Там никаких ограничений нет. Так, с этим получается все. Давайте тогда продолжим про телефонные книги. Телефон Ялинк работает с тремя видами записных книг. Это локальная записная книга, книга, которая постоянно находится на телефоне, которая редактируется непосредственно пользователем. Вы можете ее загрузить, заранее создав через файл, который мы чуть позже вместе с Кириллом покажем. Либо пользователь может самостоятельно добавлять туда какие-то контакты через экранное меню телефона или через веб-интерфейс, если у него есть туда доступ. Удаленная записная книга это некий файл, который вы заранее сформировали и дали на него телефонную ссылку. Телефон этот файл скачивает, обновляет раз в определенное время, которое вы задаете в настройках. И, пожалуй, это, наверное, один из самых удобных вариантов, если у вас нет какой-то базы данных, которая работает с влдапом. Собственно, один из самых удобных вариантов, как редактировать и работать с телефонным справочником для компании. То есть у вас есть один файл, вы его единожды отредактировали, через некоторое время у вас все телефоны подтянули это самое изменение. Вам не нужно в этом случае думать о том, что вы отдельно еще на каждом телефоне должны что-то обновлять. Илдап это, по сути, протокол доступа к базе данных, которые находятся на сервере, причем доступа именно в момент соответственно обращения к самому каталогу. То есть если вы либо набираете номер, либо вам приходит вызов, либо вы заходите в справочник, именно в этот момент телефон каждый раз будет обращаться на сервер Илдап с рисковым запросом. Функционал очень удобный и практически за счет своей работы не имеет ограничений по количеству поддерживаемых номеров, но завязан на сервер, который уже должен находиться у вас компания. В принципе, опять же, наше оборудование E-Star, он может на своей стороне поднимать L-Dub-сервер, можно с ним работать в таком режиме. Примерно так выглядит интерфейс управления локальной записной книгой из веб-интерфейса телефона. То есть у нас здесь есть номера, у нас здесь есть имена, которые мы самостоятельно задаем. И мы полностью с моего телефона можем работать с этой книгой, ее редактировать, что угодно с ней делать. Помимо этого, книгу также можно выгружать, загружать на телефон, если это необходимо. Но еще раз, локальная телефонная книга чем неудобна, вам необходимо непосредственно для каждого телефона производить ее загрузку, автоматически телефон делать этого не имеет. соответственно по количеству контактов. В локальной записной книге для большей части телефонов их тысяча штук. Для тех телефонов, которые у нас работают по Декту, это 100 контактов на одну телефонную трубку. Удаленная записная книга. Собственно, зачем она нужна, я уже говорил. здесь у нас доступно до пяти ссылок на эту самую книгу, которую вы можете в телефоне указать. И суммарное количество контактов 5000. В принципе, если вы будете использовать C5, то у вас ничего по размеру телефонной книги не изменится, но если у вас одна телефонная книга на большую компанию, то вы можете в нее разместить как раз 5000 контактов при желании. Каким образом она создается? Она создается из так называемой утилиты Ялинковской. Утилита это по сути экселевская таблица с макросами по созданию. Мы сейчас на практике на нее еще посмотрим, посмотрим, каким образом можно эти самые книги создавать. Она позволяет создавать как локальную, так и удаленную книгу в принципе. Посмотрим, как с ней работать. Утилита доступна у Ялинка на сайте, у нас на сайте в открытом доступе. и вы можете оттуда ее скачать. Мы к ней приложили русскоязычную инструкцию и ей очень легко пользоваться. Вот примерно таким образом выглядит удаленная книга внутри в XML формате. И в принципе вы можете редактировать ее и отсюда. Но более удобно на наш взгляд все-таки пользоваться утилитой для создания и редактирования книги. По записным книгам у меня пока все. Давайте тогда посмотрим, каким образом мы их можем создавать и на телефон загружать. Так, давайте я сначала наверное расскажу вообще, откуда эту утилиту можно скачать. Скачать ее можно, как и все другие файлы с нашего сайта epimatic.ru Если вы зайдете в поддержку «Скачать файлы» и выберите тип файла «Утилита», нажмете «Найти», то вот где она? Чуть выше. Инструкция создания «Утилита» для создания записных книг. Вы ее качаете, у вас там будет архив, в архиве будет три файла, а именно XML, файл, который работает в Excel, конфиг, файл и инструкция. Но инструкции у меня нету, я нужно создание. Что нужно будет сделать первым делом? Вам нужно будет зайти в конфиг, и тут будет такая строчка. Эта строчка это просто куда будет сохраняться собственно эта удаленная книга. Я прописал вот эту папку, то есть она должна будет сохраниться сюда. Больше вам здесь сохраняйте документ, закрывайте, она больше вам не нужна. Теперь нужно проверить, что та папка, та директория, которая указана здесь в конфиге, у вас есть, и она существует, действительно, туда будет доступ. Это основное. Либо воспользоваться тем, что там есть, проверив, что диск, который выбран, точно доступен, либо прописать свою папку, которую вам нужно. Теперь открывайте непосредственно сам XLS файл. Вот у нас эта утилита. Как вы видите, здесь несколько столбиков. Департмент, он отвечает за название отдела. То есть, допустим, у вас в компании там несколько отделов. Пусть будет отдел техподдержка. И там есть некий Всеслав. номер у него 1006. Также здесь можно указать мобильные и другие номера, но я сейчас-то наверное не буду. Еще у вас есть отдел продаж. Отдел. Да, печатаю. Это сотрудница там работает, пусть будет Мария. И номер у него 1002. Но это я просто на примере. На самом деле здесь, как вы видите, очень много. Можно номеров до 5000. Как уже говорил Всеслав, тоже много отделов. Но я просто для примера укажу два. Далее нажимаем Create Remote Phone Book. Вот. Он пишет то, что как раз тот путь, который я указывал в конфиг файле, он сохранил именно эту книгу сюда. Хорошо, давайте посмотрим, сохранился. Появилась у нас книга. Да, вот она у нас открылась. Давайте посмотрим, как она выглядит изнутри. Вот. Мы видим, в принципе, все, что я вписывал. Всеслав, номер есть. Эту книгу можно передактировать отсюда, что, наверное, не очень удобно. да, поэтому мы советуем именно использовать саму утилиту. Ну, хорошо, книга у нас появилась. Осталось ее как-то загрузить на телефон. Как это сделать? Для этого вам надо воспользоваться либо HTTP сервером, либо TFT сервером. В моем случае я буду использовать HTTP сервер. Мне так удобнее. Я просто беру вот эту книжку, которая у меня создалась, и книжка у меня теперь на сервере, теперь я могу ее загрузить на телефон. Копирую вот эту ссылку просто на книжку и иду в Web-интерфейс телефона. Захожу в контакты, удаленная книга. Вот. Просто вставляю сюда этот путь к книге и вписываю им, допустим, IP-матикам. Используюсь при вызове включать, когда у вас при входящих и исходящих будет использоваться эта книга. И нажимаю сохранить. У меня IP-адрес поменялся. Пользуюсь поменять все, не знаю. Но у тебя сейчас не 105-й? У меня сейчас а вот 101-й код. Так должно работать. Как вы видите, телефон обратился за файлом и его скачал. Давайте я вам покажу, как это будет выглядеть на экране телефона. Вот. Это книга удаленная, отдел продаж, как я уже говорил, я создал техподдержку. это то, что я не удалил оттуда, это хорошим, конечно, надо удалить. Давайте я зайду в отдел продаж. Тут появится, собственно, эта Мария с номером 1002. Ее отсюда можно... Ну, именно по загрузке, наверное, удаленных книг это в целом все, что нужно знать, чтобы их загружать. Ну, еще, наверное, один такой важный момент. Несмотря на то, что локальная и удаленная книга не создаются с помощью одного файла, то есть вот, если вы обратили внимание, когда Кирилл демонстрировал саму таблицу, можешь вернуться к ней? Вот эту? Да, да. Таблицу саму, да. То есть у вас там есть две кнопки, create local phonebook и create remote phonebook. Соответственно, они, несмотря на то, что обе книги создаются из одного файла, они имеют несколько разных файлов. То есть единственное ограничение, которое у нас есть, вы не сможете локальную книгу использовать как удаленную, удаленную как локальную. Вот. Еще я в чате вижу вопрос на тему 2000 абонентов для удаленной телефонной книги для Т28. Пожалуй, этот момент надо будет уточнить. Почему? Потому что мы приводим сейчас данные для актуальных моделей телефонов. Т28, он относительно старый, скажем так. Надо для него отдельно смотреть, какое количество контактов он поддерживал. Давайте вы нам напишите всех поддержку. Если он не поддерживает то количество контактов, которое у него заявлялось на тот момент, то мы свяжемся с Е-линком и этот вопрос доработаем. Потому что по телефонной книге это актуальный вопрос. Работает этот функционал. Так, Кирилл, у тебя... Ну, собственно, кстати, да, давайте по обращению. Кирилл, можешь продемонстрировать, как вообще нам писать через сайт. Да. Пока у тебя доступ есть. Вы можете нам написать следующим образом. Опять же, навести на техподдержку и тут обратиться в техподдержку. Отправить запрос. Заполнить вот эти поля обязательно, там, где указана звездочка, их заполнять обязательно, потому что в любом случае будем запрашивать эту информацию. Это просто увеличит время решения проблемы. Также, в принципе, вы можете писать не через эту форму, а сразу писать на support.sobaka.ipmatika.ru почта. Михаил, а что вы имеете в виду под платформой T58? Если вы говорите о том, на чем строится, скажем так, программная часть самого телефона, нет, она разная у 58 и, ну, скажем так, большей части других телефонов, потому что 58 у нас работает на андроиде, большая часть телефонов Ялинка не андроидная, они работают на собственной ринуксовой по Ялинку. Так, ну и давайте продолжим по нашему списку, по удаленной книге, по телефонной книге вообще мы поговорили, пару слов о фантомных звонках, что это такое, почему они происходят. Ну, в таком картинном варианте, скажем так, стандартно ваш телефон работает именно с телефонной станцией. Но если каким-то образом вы открыли доступ в вашу сеть, например, пробросили порт 50-60, либо каким-то образом кто-то из злоумышленников в вашу сеть непосредственно проник, то вы, ваши сотрудники, могут получать так называемые фантомные звонки. Это звонки из каких-то непонятных, неизвестных номеров, и чаще всего молчание происходит в трубке, когда вы ее поднимаете. Это, по сути, метод, во-первых, подбора к аккаунту, доступа, во-вторых, до сатаки на сам телефон. То есть часто, если у вас там раз в пару минут приходит сотрудникам вызов, если вы потом снимете сетевого лог, мы, наверное, тоже поговорим, как это делать, и в него посмотрите, то звонков там гораздо больше, и номера там гораздо интереснее, чем те, которые приходят на телефон. Что можно сделать здесь со стороны телефона? Со стороны телефона есть настройки, которые вам позволяют вот эти вот моменты исключить и заставить телефон работать только непосредственно с телефонной станцией. То есть он только от нее будет принимать звонки, только от сервера, на котором он зарегистрирован. Это одна из настроек, и вторая настройка, можно вообще запретить телефону принимать вызовы по IP. Собственно, мы рекомендуем в общем случае, если вы звонками по IP не пользуетесь, обе эти настройки на телефоне включать. Но на что здесь хотелось бы обратить внимание? Вы таким образом, да, запрещаете телефону с подобными вызовами работать, все верно, но вы не устраняете самому причину. То есть если у вас подобная вещь возникла, вам, да, естественно, на самих телефонах эти настройки включить. Мы сейчас покажем, где они находятся. Но вам необходимо также задуматься, где же в вашей сети есть уязвимости, каким же образом у вас на ваш телефон эти самые вызовы попадают. Потому что, ну, в теории, конечно, возможно, что кто-то из ваших сотрудников балуется, но вероятнее всего, все-таки это какой-то вид атаки на вашу телефонную структуру. И стоит здесь задуматься действительно о безопасности вашей сети. Так, я думаю, что тогда Кирилл покажешь? Да, сейчас. Заодно пару слов скажем про 60-ую базу, которая к нам тоже частенько вопросы приходит. Так, смотрите, вообще я вижу вопрос по поводу еще скейн-капчера, все того же. У меня только что была та же самая проблема, потому что у меня компьютер поменял IP-адрес. Проверьте, то что вы указали правильный IP-адрес непосредственно на самом телефоне. В контроле подключений у вас здесь именно должен быть тот адрес, с которого вы будете указывать этот запрос. Вот. Теперь по поводу фантомных звонков. Они выключены, их можно отключить в функции. основные параметры. Прокрутив вниз, тут будет две настройки. Именно использовать только доверенные серверы, ее надо отключить, и разрешить вызовы по IP, ее надо отключить. С этими настройками, как уже сказал Сислав, телефон будет общаться только с вашей АТС, и больше ни с кем. Собственно, поэтому все звонки, вот эти фантомные, которые будут попадать на телефон, он их будет отбрасывать. И эти звонки не будут мешать вашему сотруднику. В целом, по фантомным у нас, наверное, звонкам тут все, больше нечего настраивать. Так, по вопросу по доверенным серверам, это те серверы, на которых телефон зарегистрирован непосредственно. Так, и пару слов о 60-й байде, потому что очень-очень много и очень часто к нам приходят вопросы по ней, а именно, каким же образом подключить не 8 трубок. Соответственно, по умолчанию, к сожалению, я сделал так, что на 60-й базе доступно для подключения только 5 трубок. Все, это меняется одной единственной настройкой веб-интерфейсе, но тем не менее об этой настройке знают не все, и мы хотели бы еще раз напомнить о том, что это все очень просто решается. Да, смотрите, у нас еще раз на сайте есть поддержка база знаний. Вы тут можете найти, у нас есть статьи, как по телефонам, так по тестам, так по шлюзам, но в данном случае нам нужны IP-телефоны. Убираете категорию IP-телефон, нажимаете найти, и тут вот статья, как подключить 8 трубок. Нажимаете, и вот, тут пару настроек делается, и все замечательно начинает работать. В общем, в одной инстанции, там же, в функциях основных параметров у вас один из последних параметров будет называться number of active headset, или неким подобным образом на последних прошивках он перейдет уже на русский корректно, насколько я помню. Вам нужно его будет переключить с 5 на 8. Все, единственная настройка, которая вам нужна. И дальше у вас в веб-интерфейсе самого телефона появится возможность уже доподключать еще трубки и к ним привязывать аккаунт. Поэтому вопрос еще. Что еще хотелось бы, о чем еще хотелось бы поговорить. Еще хотелось бы поговорить о версиях ПО-телефона в целом. Версии ПО. Каким образом у вас выглядит версия ПО-телефон E-Link? В общем случае это вот такая последовательность цифр, разделенная точками. Вот эти последовательности цифр между точками называются актетами. Я думаю, что это так ясно на всякий случай. Соответственно, за что отвечает каждый из актетов? Первый актет это оборудование, к которому непосредственно относится ПО. Не рекомендуем, совершенно не рекомендуем загружать ПО, где вот это вот самое число, оно будет отличаться от того, которое сейчас стоит у вас. Еще раз, открываться, наверное, только VP59-й телефон на текущий момент, у которого есть разные версии, но и там в этом случае могут возникнуть некоторые проблемы при перепрошивке, потому что для каждой из версий этого самого телефона существует лицензирование. Для телефонной версии, для Teams-версии, для VKS-версии. Если у вас этой самой лицензии нету, когда вы загрузите не то, по-моему, просто не сможете работать с телефоном. На текущий момент уже нет проблем с обновлением между этими версиями, если вы не загружали лицензию, но все равно мы не рекомендуем подобным образом делать, если у вас в этом нет реальной необходимости, и вы не понимаете, зачем вы телефон с одной версии на другую пытаетесь перепрошить. Кроме 59-го, в остальных случаях нельзя перепрошивать телефон, если вот этот самый первый отец отличается от того, что стоит у вас. Второй отец это поколение программного обеспечения. Поколение это то, что влияет на какие-то глобальные функции, если говорить про последнее, поколение, которое сейчас вскоре будет выходить, там некоторым образом изменится работа с конференцией, добавится возможность, добавится такой функционал, как noise proof в часть настольных телефонов, ну и прочие интересные вещи. Мы в скором времени выпустим на эту тему статью на сайте, и само новое поколение представим, поэтому ждите в скором времени все это дело будет. Соответственно, это первая вещь, на которую мы смотрим, когда думаем об обновлении. Если вот эта вещь, вот этот актет у нас больше, чем сейчас стоит на телефоне, то телефон стоит обновлять. Следующий актет, он отвечает за регион, либо дистрибьютора, либо провайдера. То есть у Ялинка есть несколько линейок ПО, которые выпускаются там в общем для, скажем так, мира, для эпиматики непосредственно выпускается отдельная линейка программного обеспечения, которая как раз имеет здесь в третьем актете цифру число 14. И для некоторых провайдеров также делается отдельная версия ПО. Если мы, естественно, рекомендуем использовать ПО, которое для нас Ялинк делает, мы его непосредственно тестируем, знаем о каких-то моментах, если они есть, и работаем именно с ним. На сайте Ялинка, ПО, который вы найдете, оно будет иметь вот в этом актете цифру 0. Соответственно, это общее программное обеспечение, которое для всех, скажем так, выпускается. Чем отличается еще наше программное обеспечение, поскольку на территории России OpenVPN, ну и в принципе шифрование требует определенного лицензирования, если битность выше значения, то из нашей версии ПО этот момент OpenVPN и SRTP он вырезан. Вот. И последний актет, но далеко не последний по важности, это непосредственно версия ПО вот в этом самом поколении. То есть вы посмотрели, например, что вот поколение совпадает с тем, что сейчас. Дальше вы смотрите на последний актет и оцениваете больше ли он на того, что стоит сейчас. Но работает это именно в рамках соответствия вот этого третьего актета. То есть для оптиматики, например, мы нумеруем ПО, начиная с единички, дальше там второе, третье, четвертое. Но по дате выпускается параллельно часто с релизами ПО со стороны Ялинка. Поэтому по 83 14.2 оно не будет младше, чем 83 0.2 0.10. Ялинка использует довольно большие цифры изначально. Поэтому вы посмотрели, что у вас, во-первых, соответствует первый актет, дальше посмотрели желательно соответствие третьего актета, и дальше смотрите поколение, больше или меньше, чем то, что у вас стоит сейчас, или то же самое. И версия ПО в поколении то же самое соответствует, либо больше, чем у вас сейчас, значит, стоит обновлять. Примерно таким образом нужно принимать решение на этот счет. Про ПО в целом поговорили, немножко поговорим сейчас про НАТ, что это такое, зачем он нужен, и как он вообще связан с телефоней. наш телефон по умолчанию расположен в локальной сети. Мы крайне не рекомендуем вставлять его напрямую на внешний адрес и рассматриваем его вот именно как локальное устройство. Но периодически возникает необходимость его работы с какими-то сервиями, которые находятся вне локальной сети, там, например, с виртуальными АТС или с чем-то подобным, либо с вашей АТС, которая находится где-то в другом месте. И в этом случае мы будем говорить, что телефон работает из-за НАТ. Что такое сам НАТ? Это устройство, которое у вас осуществляет преобразование ваших локальных адресов, адресов, которые находятся в вашей сети, и внешних адресов, адресов, которыми пользуются глобальные сети. То есть, как мы понимаем, у нас внешняя сеть в наших локальных адресах ничего не знает, и наоборот. Вот НАТ этот вопрос решает. И все, казалось бы, хорошо, но здесь есть некоторые моменты. Поскольку телефон наш является локальным устройством, и он считает, что у него есть адрес именно локальный, а внешним своим он изначально не знает ничего, то для работы с внешними серверами периодически требуются некоторые настройки со стороны самого телефона, для того, чтобы ему объяснить, что он работает с чем-то вовне, и использует для этого не свой локальный IP-адрес, а внешний адрес в общем случае вашего роутера. один из вариантов того, как обходится подобная вещь, это стан сервер. Это метод, поддерживаемый непосредственно Ялинком. Каким образом это дело работает? Телефон, прежде чем совершить вызов, он будет обращаться к стан серверу и узнавать оттуда IP-адрес и порт, который у вас телефоном используется для совершения звонков вовне. То есть, по сути, ваш внешний адрес адрес того самого роутера. Он к стан серверу обратился, адрес получил и в дальнейшем вызов совершает, уже указывая для передачи в дальнейшем медиа вот этот самый внешний адрес. Для того, чтобы это работало, нужно в веб-интерфейсе в разделе аккаунт некоторые настройки произвести. Я думаю, так же Кирилл сейчас это дело нам продемонстрирует. И в сетевых настройках также произвести некоторые настройки на эту тему. Мы можем не обязательно пользоваться станом. Стан нам, наверное, наиболее удобен, когда у нас внешний IP-адрес динамический, мы точно не знаем, когда он у нас каким будет. Вы также можете со стороны телефона напрямую прописать его внешний IP-адрес. Эти настройки также на телефоне есть. И соответственно, в этом случае телефон просто не будет никуда делать запросы, сразу будет подставлять то, что вы ему прописали при совершении звонка во мне. Путь его и в целом это все. В разрезе этого мы можем также поговорить об односторонней слышимости. Соответственно, зачем нам вообще использовать вот эти самые станы или указывать какой-то внешний IP-адрес напрямую, потому что это влияет на проход голосового трафика. Если телефон будет указывать свой локальный IP-адрес, то, естественно, устройство с той стороны не поймет, куда ему слать медиаданные, голос или видео. И самые данные пойдут не туда, куда нужно, потеряются. У вас будет либо насторонняя слышимость, либо вообще слышимости не будет. Вот этот момент напрямую влияет на подобные проблемы. Кирилл, продемонстрируешь этот момент? Да. Ты как хочешь, чтобы я сейчас этот дамп просмотрел или все вместе потом уже? В принципе, у нас помимо этого остался автопровижный. Поэтому в целом ты можешь сейчас сразу начиная с этого рассматривать, либо все сразу в удобном тебе порядке рассматривать. Давай, наверное, раз уж ты начал с НАТО. Я покажу, как тут этот стан-сервер настраивать на телефоне. Вот, вам надо зайти в сеть и тут такая НАТО-настройка. Вот, тут можно включить стан, указать сервер и сохранить настройки. То есть тут все очень... Стан-сервера есть у многих компаний, они бесплатные по большей части. Например, 3CX есть свой стан-сервер, там, стан-3CX.com. У SIPnet есть свой стан-сервер. Часто провайдер также эти настройки дает вместе с информацией о подключении к ним. Вот, и вы можете эти сервера использовать. Да, то есть, как вы видите, с телефона тут, в принципе, настраивается все очень легко. Давайте, да, наверное, перейдем к дампу, мы уже посмотрим, как это реально все работает по сети. Ну, раз уж мы начали с односторонней слышимости, давайте ее и рассмотрим. Для демонстрации мы используем программу Vyashark, крайне рекомендуем всем ей пользоваться. Программа бесплатная, она в открытом доступе находится в интернете на сайте разработчика. Программа позволяет анализировать сетевой трафик и она очень помогает на самом деле в понимании, почему у вас что-то происходит или не происходит. Также в ней есть отдельный раздел по телефонию, который также очень сильно помогает в анализе того, что, собственно, произошло. Да, и, наверное, хотелось добавить вообще, как этот файл получить со стороны телефона. Вам надо зайти в настройки конфигурацию. Тут есть такой пикап. Пикап это, собственно, пакет капча, то есть запись трафика, и вот его можно начать установить, экспортировать. Тут есть два режима, рабочий и улучшенный. В чем отличие? рабочий, он пишет этот трафик непосредственно на память телефона, а улучшенный пишет весь этот трафик на память этого компьютера. Улучшенный может пригодиться, например, если вы хотите, если ваша проблема воспроизводится очень долгое время, допустим, неделю. Естественно, что за неделю памяти телефона не хватит просто. Он начнет что-то удалять или вообще сломается, поэтому, если проблема проявляется долго, конечно лучше убирать улучшенный и начинать старый. Информация не сломается, но в рабочем режиме у вас идет циклическая перезапись того самого трафика, который телефон на себе сохраняет. Только у него заканчивается место, он начинает сначала стирать и дописывать в конец. Соответственно, если у вас проблема проявляется не сразу, то вы просто упустите. Вероятнее всего, если очень быстро не остановите после проявления проблемы запись в тот самый момент, который вам нужен. Вот. Улучшенный позволяет запись производить непосредственно компьютер, что довольно удобно и также удобно, когда у вас большое количество трафика проходит через телефон. Например, за телефоном стоит компьютер, на котором производится работа с какими-то медиа-данными. Либо у вас там видео телефона, вам по видео нужно какую-то проблему записать. Видео, поскольку довольно объемно, оно в память телефона, естественно, не уместится. Да, в общем, когда вы остановите запись, экспортируете, у вас появится вот такой файл формата пикап. Как мы уже сказали, открывается он Wireshark. Итак, давайте непосредственно перейдем уже к анализу трафика. Вот это лично нам писали на наш саппорт, говорили, что мы не слышим, нас слышат, мы не слышим. Что же тут происходит, давайте посмотрим. Видно, что телефон вызывает какой-то номер, АТС говорит хорошо, вот, даже уже вот здесь вот ок, пошел вызов, и открывается после того, как АТС говорит АК, открывается РТП-порт. Как вы видите, он открывается только один. Соответственно, по стандарту и вообще, как это должно происходить от этого адреса, РТП должен идти на телефон, чтобы было слышно. Как вы видите, здесь РТП идет только в одну сторону, соответственно, их слышат, а они не слышат, потому что на телефон ничего и приходят. Ну, почему не приходят на телефон, тут, конечно, уже надо думать. Как мы уже рассказывали, можно указать, например, стан сервер, можно проверить проброс портов, можно посмотреть на маршрутизаторе, куда, что доходит, пакеты, доходят ли они вообще, если не доходят, то, ну, где-то в интернете вообще проблема, если доходят, то и отбрасываются, но это явно настройки маршрутизатора. Но, в целом, просто главное понимать, в чем проблема, и, как вы видите, здесь открывается только один РТП-поток в одну сторону, а во вторую его нету, поэтому их не слышно. Посмотреть, куда и какой РТП-поток должен идти, можно в Invite и в OK. Соответственно, если мы откроем эти сообщения, например, Invite, и откроем MessageBone, вот, мы увидим Connection Information, и увидим, что здесь телефон указывает свой локальный IP-адрес, хотя работает с внешним сервером. Это может быть неправильно, вам нужно здесь, скажем так, задуматься и понимать, должно ли происходить так, то есть, есть ли какой-то доступ у вашего телефона, вернее, у вашего сервера, к этому адресу, там, может, VPN какой-то, что-то подобное. Вот, но при работе с внешним сервером, я бы сказал, что это некорректно, это неправильно. Вот в этом случае надо использовать STAN, либо вручную НАП прописывать, чтобы сюда подставлялся верный адрес. Так, ну, наверное, по односторонней слышимости РТП это все. Давайте посмотрим еще на проблемы с регистрацией. Я сначала покажу, как она вообще должна выглядеть по стандарту. Это вообще четыре сообщения по СИПУ, то есть изначально телефон отправляет регистр, на что ему АТС отвечает 401 на вторая. Это правильно, потому что в первом регистре телефон не отправляет свои аудификационные данные. Давай посмотрим, действительно ли это. И посмотрим, где они вообще отправляются. Вот, как вы видите, что в первом регистре здесь, да, ничего нету, скажем так. А вот второй регистр, и как вы видите, здесь уже телефон начинает отправлять все свои регистрационные данные. Ну, и после этого, если регистрационные данные указаны верно, АТС отвечает окей. После этого телефон начинает регистрироваться, и все, все работает. В принципе, вот четыре сообщения, они так и должны быть по стандарту. Здесь все хорошо, здесь ничего больше не надо, и очень часто нам пишут, то, что телефон почему-то не регистрируется. Я нашел один пример, почему он не регистрируется. Давайте посмотрим, почему он не регистрируется. Ну, как вы видите, телефон в данном случае отправляет запросы регистрации, отправляет, 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 очень долго их отправляет, а обратно ничего не получает. В чем тут может быть проблема? Если вы используете станции Ястар, то возможно, что станция Ястар забанила телефон, и следует там почистить блок-лист. Это вам, наверное, расскажут на вебинаре по станциям. В чем может быть еще проблема? Может, этот регистр вообще до станции не доходит. Но это надо смотреть уже на станции. В данном примере видно, что тут что-то неправильно, и куда-то пакеты теряются, и не доходят. То есть мы видим, что регистр телефон отправляет со стороны сервера, он ничего не получает в ответ. Что мы из этого можем сделать вывод? Например, мы можем сделать вывод, что сервер или провайдер нас забанил. Действительно, часто такое бывает из-за таймера регистрации. То есть если слишком часто наше оборудование посылает запросы на обновление регистрации в сторону сервера, то сервер, в принципе, может действительно забанить устройство. Также некоторые станции и некоторые сервера подобным образом реагируют просто на большое количество пакетов, которые у нас может возникать. Например, из-за использования функции BLF. То есть когда мы используем тот самый BLF, у нас телефон в постоянном режиме должен получать от OTS статус тех самых абонентов и подтверждать это самое получение. Количество пакетов очень большое, которые туда-обратно ходят. И если у вас, либо у вас, либо у провайдера, есть какие-то настройки по количеству пакетов за единицу времени, то у вас телефон действительно может в бане оказаться. Этот момент нужно помнить и нужно его учитывать. Ну и как правильно сказал Кирилл, альтернатива – это то, что у вас по сети какие-то проблемы и регистры почему-то не доходят. Особенно актуально, если вы работаете с каким-то внешним сервером. Тогда стоит смотреть на сетевые вопросы. По регистрации, на самом деле, тоже, наверное, все. Давайте рассмотрим трансфер, как он должен быть. Это сопроводительный трансфер. Нет, давайте, наверное, даже я вот так покажу. Как вообще по сети проходит сопроводительный трансфер? Инвайт – это первый вызов. Телефон отвечает, вот, и вы начали с этим человеком разговаривать, который вам позвонил. Потом вы понимаете, что вам надо его перевести. Идет второй инвайт. Этот инвайт ставит первый разговор на удержание. АТС отвечает «хорошо». И уже третьим идет рефер. В рефере телефон указывает, на какой номер этот звонок надо переводить. Ну, и после того, как АТС подтверждает, она пишет «202» и «акцепт». Все, на этом, на самом деле, трансфер завершен. Давайте посмотрим, что телефон отправляет в рефере. Вот он указывает то, что перевод был совершен с «1005» номера, а перевести надо на «1002». АТС подтвердила, сказала «окей, 202» и «акцепт». Вот, все, перевод закончился, все хорошо. Тут ошибок нету, так и должно быть по стандарту. Теперь рассмотрим неправильную трансферу. Вот также идет первый вызов изначальный. Он организуется, вы разговариваете, вы понимаете, что вам надо перевести разговор. Идет «инвайт», который ставит на удержание первый вызов. И тут от АТС приходит «403» «forbidden», то есть я запрещаю это делать. Ну, соответственно, после этого телефон говорит «ладно, все», и заканчивает на этом. То есть это не по стандарту, так не должно быть. Ну, чтобы это исправить, тут, понятное дело, надо идти на АТС, разбираться, почему она отказывает в установке вызова на удержание. То есть так не должно быть. Тут должно вместо «403» «forbidden» стоять «ок». Всеслав, у тебя есть что-то добавить по этому? На эту тему? Да нет, в целом ты все правильно говоришь. Здесь, ну, просто еще раз, «403» «forbidden» обозначает, что абонент не может совершить действие, которое он пытается совершить, и повторно ему не нужно этого пробовать. Соответственно, действительно, после этого телефон не будет пытаться подобное сделать. Ну, и еще один момент, что вызов у нас здесь совершается, естественно, не сразу после этого. То есть у нас на удержание поставить не получилось, но сам вызов, как мы видим, по времени завершился гораздо позже. То есть разговор у нас продолжился. Но сам перевод, он не получился еще на моменте постановки абонентного удержания. Так, ну, на самом деле, по дампам это в целом, я, по-моему, все показал. Такие не самые сложные примеры. Так, по переадресации, мы с тобой проговорим? Нет. По переадресации еще у тебя есть. Переадресация, на самом деле, достаточно бесполезная, потому что вы в любом случае, когда у вас происходит переадресация с данным телефоном, увидите следующее. Вот четыре таких строчки, это по стандарту оно так и должно быть. То есть это первый вызов на сам телефон, телефон пытается, телефон говорит, что меня здесь нет, звоните, пожалуйста, вот на этот номер, который указан в контактах, вот на этот номер, 8903 и так далее. Ну, АТС говорит, хорошо, я понял, и все. На этом все заканчивается именно со стороны телефона. И, то есть, вот нам писал человек, что у него не работает переадресация. Мы попросили у него снять лог с телефона, получили это, и сказали, ну, со стороны телефона все хорошо. Давайте, наверное, тогда снимать логи лучше с АТС и смотреть, что происходит дальше. Тут вот, поэтому, наверное, лог этот не самый информативный, но именно со стороны телефона это должно и обычно выглядеть так, и здесь никаких ошибок нет. Да, все верно. Так, дампы мы с вами посмотрели. Давайте поговорим немножко о документации, и потом перейдем к проезжему. Что нам хотелось бы сказать по документации? На самом деле, многие вопросы и большое количество информации находятся непосредственно у самого Ялинка. У них есть множество объемных документов, которые мы, к сожалению, не всегда успеваем переводить, просто из-за как раз их объемности и количества. Поэтому по многим вопросам ответ можно очень оперативно найти там. А где они находятся, это, соответственно, сам сайт ялинк.ком, раздел support и документ и фирмы. Здесь представлены все модели, которые есть у Ялинка. Причем как актуальные модели, так и вот они же, если вы посмотрите, ее продакции есть. Там находятся модели, которые уже сняты с производства. И если вам нужна какая-то информация, то ее здесь подчеркнуть просто и удобно. Что у нас вообще находится здесь? Давай, Кирилл, зайдем в какой-нибудь телефон и посмотрим, что за информация там представлена. Давай, ладно, вот этот. Ну, да, что и понятно. Здесь можно посмотреть, что сейчас наиболее актуальное на сайте ялинка это 85-е поколение и 5-е, соответственно, первое релизное по обням. Здесь очень удобно, что вы в правой части можете посмотреть, насколько давно это по было выпущено. Мы сейчас готовим также 85-й релиз для нашей компании. В скором времени он также будет. Там множество интересных функций. Я еще раз говорю, мы об этом отдельно расскажем. Что здесь есть еще? Здесь есть отдельный повод для каких-то специальных продуктов а-ля Brutsoft или 3CX. Здесь есть Quick Start Guide. Ну, это просто руководство по установке. Мы на русском языке вкладываем свои продукты, но если вам каким-то причинам нужно какой-то другой язык, то можете оперативно получить его также на сайте ялинка. Ну, либо, опять же, запросить нас. Вот. Здесь есть такие общие документы, как там шаблон автопровизинга, Language Pack. Это документ, который позволяет работать с переводом. Я бы сказал, что конфиг, который позволяет работать с переводом даже. И некоторые документации по совместимости. И, наверное, самый интересный раздел – это Administration Guide. Administration Guide – это крайне-крайне полезный документ. Если мы его посмотрим, то он у нас стоит, по-моему, из 200 с лишним страниц. И в нем, на самом деле, наиболее полно расписаны все настройки, которые можно произвести с телефона. Причем не только те, которые находятся в веб-интерфейсе, но и те, которые находятся… Вы можете там завести через конфигурационный файл. Причем для каждой конкретной настройки описано, каким образом и где вы можете это дело произвести. Вот. То есть в таком вот формате вы видите, что для каждого параметра здесь указано, каким образом можно через конфигурационный файл завести. И все это очень удобно сгруппировано по разделу. И также вот в разделе Web.UE для каждого параметра указано, где этот параметр можно найти в веб-интерфейсе, если он там есть. Ну, а если вам не очень удобно работать с англоязычными документами, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы вам поможем по подобному вопросу. И поговорим немножко непосредственно об… Прошу прощения. Об автопровижинге. Сначала немного теории, и потом закрепим практику. Что это такое и зачем оно нужно? Автопровижинг — это возможность настроить телефон с помощью некого конфигурационного файла, который мы где-то размещаем, и телефон к нему обращается. Что это нам дает? Мы можем настроить большое количество телефонов, поскольку если мы разместили конфигурационный файл на сервере, дальше мы можем довольно просто автоматизировать этот процесс. Он нам дает возможность отработать сразу после подключения, если мы правильно заранее все настроим. И автопровижинг — это наиболее полная возможность задать все настройки, которые на телефоне есть. То есть, как я говорил чуть ранее, через App-интерфейс вы можете задать не все настройки, и, соответственно, все, что вы не можете задать через App-интерфейс, вы можете задать через конфигурационный файл и выгрузить через автопровижинг. Каким образом мы можем телефон направить на сами конфигурационные? Существует несколько таких методов. Это PNP-автопровижинг, это автопровижинг через D6P-опцию, и это использование RPS. Давайте рассмотрим эти самые методы. Что такое PNP-автопровижинг? Это методы, которые обычно работают с IP-ATS и серверами телефонов. Для этого на самой телефонной станции у нас должны находиться подготовленные ее производителем конфигурационные файлы для моделей и производителей телефонов. Далее, как это работает с точки зрения сети телефон, когда он включается и загружается, он рассылает широковещательный запрос по СИПу-сабскрайб. Телефонная станция, когда получает этот самый запрос, она вам в собственном интерфейсе отображает, что на нее пришел запрос от определенного телефона. Вы в дальнейшем можете через ее интерфейс довольно удобно настроить все необходимые вам параметры, указать аккаунт для регистрации, несколько аккаунтов, настроить блоу в клавиши, загрузить телефонную книгу, обновить прошивки и некоторые другие файлы. Либо разместить непосредственно конфиг текстового телефона, и он также его скачает. После того, как мы все эти настройки внесли на станции и сохранили их, станция нам предлагает телефон перезагрузить для получения этих самых настройок. Когда мы соглашаемся, телефонная станция посылает Notify, также пульсик в сторону телефона, где указывает, что ему необходимо перезагрузиться и в дальнейшем обратиться на некий адрес, на ее адрес в данном случае, для того, чтобы эти самые настройки, которые вы ввели, получить. Вот она это сделала. Телефон перезагрузился, обратился на нее, и все настройки на себя подтянули. Так работает именно PMP Auto Provision. Также, если у вас нет сервера телефонии, которая обладает подобным моментом, вы можете использовать Auto Provision через DHCP опцию. Каким образом это происходит и в чем удобство? У вас нет кредитного ограничения по тому, где может находиться ваш сервер от Provision в этом случае. Предыдущий метод, он работает именно в одной подсети, поскольку широковещательные запросы без специальной настройки сетевого оборудования у вас никуда дальше не уйдут. Соответственно, но вам необходимо в этом случае производить некоторые настройки на стороне уже вашего сетевого оборудования. Вы в опции для телефона указываете непосредственно адрес сервера, на котором вы размещаете эти самые конфигурационные файлы. Когда вы это сделали, вы включаете телефон в сеть, и он при включении обращается к вашему DHCP серверу. К DHCP серверу он обратился, получил оттуда свой IP-адрес, и вместе с IP-адресом опцию, в которой указано, куда он должен дальше идти за настройками. Эту самую опцию он получил, и дальше идет на сервер автопровижнга за теми самыми конфигурационными файлами. Вот, так работает автопровижнг через DHCP опцию. У E-Link также есть еще один метод настройки телефона. Этот самый метод представляет из себя некий облачный сервис. Соответственно, данный сервис удобен именно для массового администрирования телефонов, которые у вас действительно в большом количестве находятся, поэтому в основном он прилагается провидером. Тем не менее, он существует, и телефон у вас может обращаться к этому самому сервису. Как работает этот момент? После своей загрузки телефон уже, когда получил и IP-адрес, и, соответственно, разослал широключательный запрос в Skype, он делает обращение к серверу RPS, который находится в облаке. Если он там находит для себя какую-то ссылочку на автопровижнг сервер, который вы там, либо провайдер, например, заранее туда разместил, то он идет по указанному адресу, скачивает конфигурацию, и, соответственно, производит свою настройку. По умолчанию это для всех телефонов я или включен. Если вы видите на экране телефона при загрузке надпись запрос настроек, запрос конфигурации, это значит, что идет обращение к сервису RPS. По автопровижнгу в целом у меня все. По методам, да? С какими файлами у нас работает телефон? Телефон у нас работает с модели-ориентированными конфигурационными файлами и с мак-ориентированными конфигурационными файлами. Модели-ориентированные конфигурационные файлы вам нужны для того, чтобы загрузить некие общие настройки, такие как премия или NTP-сервер, такие как телефонная книга, какой-то языковой шаблон, если вы хотите его загрузить, мелодии, что-то подобное. мак-ориентированный конфиг вам нужен для настройки параметров конкретного телефона, таких как аккаунт, BLF-клавиши и прочих личных моментов. Соответственно, телефон работает с серверами FTP, FTP, HTTPS, и в модели-ориентированных файлах модель непосредственно вы указываете с помощью этих самых двух последних цифр. Примерно так сейчас выглядит актуальный список для моделей e-linka. То есть вы когда вот такой вот файл размещаете, все телефоны данной модели, они у вас будут эти самые настройки подтягивать, которые в указанном конфигурационном файле находятся. По автопровизнику также в новом ПО будет некоторое дополнение, я тоже о нем расскажу в ближайшем будущем. Вот, на этом по автопровизнику у меня все. Лил, хотел бы продемонстрировать на практике, как все это дело работает. Да, там я еще вижу вопрос про NAT и про проброс портов. Ну, про проброс портов я бы хотел сказать, что там достаточно прокинуть РТП порты, и все, с маршрутизатором на телефон. Сейчас бы мне вспомнить только, где они, эти порты указаны. Ты, Сислав, не помнишь, где указывали порты РТП? Сейчас. Говорят, уже на слегку. А, в сети, наверное, я прошу. Да. Здесь должно указываться. Нашел? Да. Вот здесь использую, в сеть расширенной, здесь указаны порты, которые используют телефон для передачи РТП потока. Я думаю, ты можешь показать, в принципе, этот момент. Ну, я показываю, вроде нет. Сейчас я включу тогда демонстрацию. Так видно? Вот, еще раз. То есть сеть расширенной, и здесь указаны РТП порты, которые телефон использует для их передачи. Как вы видите, он используется с 11780 до 12780. По-хорошему эти порты, конечно, пробросить надо. 50-60-й порт, ну, АТС можно пробросить, а со стороны телефона на самом деле пробрасывать больше нечего. Это что по поводу проброса? Ну, эти порты, кстати, можно самим задать, поменять их можете и пробрасывать уже те, которые сами установите. Вот. А теперь давайте именно на практике рассмотрим. Давай я еще, наверное, доотвечу на тот момент, который был задан. Если НАТО организован между двумя локальными сетями, разной организацией без выхода в интернет, каким образом у вас вообще связаны эти самые сети и организации? То есть у вас они через серво-провайдер или через VPN? Просто, в принципе, через VPN, по идее, если у вас между ними VPN проброшен, то у вас нет необходимости как-то со стороны телефона этот момент настраивать. Потому что у вас и так будут доступны адреса, которые по VPN доступны. Вот. А если как-то по-другому, то нужно немножко более подробное описание вот этой самой схемы между двумя локальными сетями. Я все же... Можете тогда полностью описать вот этот самый момент? То есть как они у вас объединены между собой по сети? Вот. По пробросам поток немножко пояснилось. 50-60 порт в общем случае пробрасывать не надо. Если у вас НАТО выпускает все наружу и не впускает ничего внутрь. Почему телефон у вас стандартный режим, во-первых, отправляет запрос регистра, во-вторых, отправляет в дальнейшем сиповую Notify для того, чтобы у вас соединение по сипу поддерживалось. И этот порт, он будет открытым в сторону того, к чему уже обратился телефон. То есть проброт портов у вас нужен только, если вы осуществляете звонки по IP-адресам. И в этом случае даже мы очень не рекомендуем, во-первых, пробрасывать порт 50-60 напрямую. Вы можете изменить его на какой-то внешний. Но это глобально вас не защитит. Наверное, там нужно firewall настраивать именно на конкретные внешние IP-адреса, с которых вы можете получать подобные запросы. Вот. В пробросе голосовых портов, которые Кирилл указывал, ничего критичного нет, их вы можете пробрасывать напрямую. Их нужно пробрасывать напрямую в любом случае. Пока я вернемся к автопровижнгу, если будет более подробное описание, каким образом соединенные сети, попробуем тогда ответить на этот момент. Ну, хорошо. Давайте я тогда прямо с нуля расскажу, как автопровижнг настраивается. Вот, допустим, у меня есть телефон, и я хочу, чтобы при первом подключении к сети телефон загружал на себя сам. Удаленную книгу. Я это могу сделать через DHCP-опцию. DHCP-сервер в моем случае расположен на моем домашнем роутере от Beeline, как вы видите. Тут можно настроить эту опцию. Я настраиваю 66-ю опцию, указываю в нее адрес своего компьютера. Давайте проверим, какой у меня адрес. Что у меня сбился. Вот, этот адрес 1.101. Я его и вписываю сюда. Все, то есть опция теперь будет, DHCP-сервер будет отправлять эту опцию, а вот на этот адрес будет телефон обращаться за файлами конфигурации. Отлично, DHCP-сервер настроили. Теперь надо создать конфигурационный файл. Я думаю, пока можно к самому конфигу перейдеть. Да, в общем, вам надо создать конфиг. Вы не знаете, какой конфиг нужен для какой модели. Поэтому первым делом открывайте админ гайд и вписывайте в поиски там common.fg-файл. Common.fg-файл, то есть общий конфиг для какой-то определенной модели. И вот есть список. В моем случае это t46u. Давайте его найдем. И конфиг будет называться так. То есть он у меня уже есть, я его заранее создал. Вот он. Теперь, так как вы хотите загрузить на телефон удаленную книгу, давайте посмотрим, как вообще эту книгу загрузить. Вам для этого тоже потребуется администратор гайда, только теперь вы ищите по remote phonebook. remote phonebook configuration. Как вы видите, здесь указана вот такая вот настройка, которая задает URL до удаленной книги. Давайте. Она у меня уже, правда, вписана в конфиг. Вам ее надо будет скопировать. И тут еще сказано то, что вместо... Ну, x, тут на самом деле не сказано про x. x – это номер книги. Теперь переходим к непосредственно конфигурационному файлу. И как вы видите, вот я уже заранее вписал эту настройку. Она абсолютно совпадает с тем, что в админ-гайде remote phonebook, дата, вместо x – вторая книга, URL. И ссылку на эту книгу. Откуда эту ссылку я взял, давайте тоже расскажу. Так как я использую 66-ю опцию, мне нужен tftp-сервер. Вот он у меня есть, я его открыл. Я тут должен выбрать директорию, в которой лежит конфигурационный файл. Давайте я ее выбрал, посмотрим, что в этой директории. И в этой директории есть как раз-таки конфиг. То есть все у нас хорошо. И сама удаленная книга тоже есть. Окей. В принципе, на самом деле, теперь все у нас настроено. Все файлы у нас разложены по полочкам, там, где должны находиться. Все, что остается, просто подключить телефон к сети. Давайте я сейчас вытащу сетевой кабель из телефона. Подключу обратно. И он по опции должен будет начать скачивать этот конфиг-файл. Сейчас посмотрим, будет ли он это делать или нет. Так, меня слышно, да, пока? Да, тебя слышно. Я пока прокомментирую про LG. В самом деле, я согласен. Если у вас CPLG на роутере настроено и работает корректно, то вам, в принципе, со стороны телефона особо не нужно производить никаких настроек. Но, причем, проблема с LG, вы не контролируете никаким образом эти самые изменения, которые сетевое устройство вносит в пакеты SIP. И за этим моментом нужно следить. В этом случае проблемы у вас могут проявляться еще и при некорректной настройке сетевого оборудования. Так, ну, как вы видели, конфиг скачал, а удаленную книгу не скачал. Я даже знаю, почему, потому что у меня поменялся IP-адрес на компьютере, и вот этот адрес надо немножко исправить. Давайте попробуем еще раз. Этот раз точно должен сработать. Так, сейчас телефон получит сеть. Скачал, вот, да, он скачал конфигурационный файл, потом он пошел, скачал книжку. Сейчас вы можете, я вам даже продемонстрирую, что на телефоне получилось две книги. Ипиматика 1 и ипиматика 2. Вот, вторую книгу телефон по факту закачал автоматически сам. Это можно делать с большим количеством телефонов, они будут это все в автоматическом виде делать. Естественно, загружать можно не только удаленную книгу, можно абсолютно все настройки менять на телефоне, что очень удобно, очень быстро. И в целом, наверное, советуем в этом разобраться, если особенно у вас большой парк телефонов, это очень упрощает работу. Я еще помню, хотел, там в самом начале были вопросы по экшн-юри, и как мы делаем вообще эти запросы. Я, наверное, сейчас про это расскажу, пока у меня открыт администратор гайд. Вот здесь целая глава по этому поводу. Вы можете посмотреть, что можно с помощью этих запросов сделать. То есть включить ДНД, позвонить, принять звонок, сбросить звонок. Там поставить переадресацию, сделать трансфер и так далее. Здесь это все описано. Я, наверное, не буду сильно прям углубляться. И вот тут написаны, какие именно команды через HTTP-get запрос надо вообще телефону подавать. И вот тут примеры. То есть все, в принципе, вы можете это изучить сами, если вам это интересно. Не то чтобы очень сложно, тут примеры показаны, что надо вписывать. В любом случае, если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете зайти в админ гайд, попытаться что-то найти, но если уже не получилось, тогда, наверное, писать нам. Мы вам подскажем. В админ гайде можно найти абсолютно все, если у вас будут какие-то вопросы. Так, ну, автопровижн, как я показал, про админ гайды поговорили. Есть еще какие-то, может быть, вопросы по этому поводу? Да, коллеги, в целом по основному плану у нас все. Вот, по SBC, да, я полностью согласен. Это крайне правильный подход. Тут, конечно, можем сделать мини-рекламу на тему того, что у 3CX, например, существует свой SBC, который вы можете использовать, который мы предлагаем. А так, крайне правильный подход к построению сети и к включению удаленных телефонов. Вот, и тогда, коллеги, если у вас еще какие-то вопросы остались, давайте сейчас минуту 5-10 ждем, будем на них отвечать. Так, по поводу ВМС-сервера. Мануала на русском языке, к сожалению, на текущий момент не существует, но 14-го, да, 14-го числа будем проводить вебинар, в котором я также буду участвовать, по, собственно, развертыванию, вирующей настройке ВМС-а. В дальнейшем, поскольку это вебинар, вероятнее всего, будем его размещать в доступе, и будет полноценный такой пошаговый видео-алгоритм, каким образом мы его устанавливаем и настраиваем. Поэтому приходите на вебинар 14-го числа, либо потом ждите публикации видео с него. Алексей, большое, пожалуйста. Нам, на самом деле, очень приятны были вопросы от вас. Явно видно, что вообще аудитория интересуется тем, что мы рассказываем. Большое вам спасибо, коллеги. Новые вебинары будут делать обязательно сейчас, пока сидим дома, времени на это дело есть. И у нас сейчас запланировано несколько вебинаров по технической поддержке, еще по различным продуктам, по часто задаваемым вопросам. Их будем проводить. Ну и пишите нам еще, возможно, еще какие-нибудь темы найдем интересные для вас. По поводу установки АПК на Android-базе, к сожалению, именно письменной инструкции у нас нет. Я поправлю. У нас, в принципе, ну как, у нас нет инструкции в базе данных, а в виде файла такая инструкция есть. Если вы напишите, можем выставить. Вы можете выставить, а в принципе... Нет, я сейчас, наверное, не покажу уже. Там ничего сложного. Да, вы напишите нам на support.sobaka.epimatic.ru и вам вышли, как это можно сделать. Бриф вебинара у нас уже есть. По программе она уже сформирована. Тут вопрос, наверное, к нашему отделу маркетинга, где ее можно посмотреть. Но в целом идея в том, чтобы с нуля, с установки, по сути, Цинтоса и дальше ОМС показать полностью его развертывание и в дальнейшем сделать первичные настройки для его функционирования, настроить сервисы, настроить абонентов. Ну, да, если у вас лицензии нет на сервере, то логично, что у вас сервисы работать не будут. По поводу вопросов в процессе вебинара, задавать их, как и в любом вебинаре, можно будет в любом случае. Там в зависимости от процесса посмотрим, может быть, в конце будем на них отвечать, а не по поводу дела. Но задавать можно будет. Так, ну, пока вопросов больше нет, я думаю, тогда ждем еще три минутки и завершаем вебинар. Спасибо вам всем еще раз большое за участие, за интересные вопросы, за обратную связь. Очень приятно. Если какие-то вопросы еще не... Сейчас один момент договорю. Если какие-то вопросы еще остались, тогда, пожалуйста, останутся после завершения события, тогда, пожалуйста, на саппорт их нам направляйте. Так, по вашему вопросу Александр. Мы вчера получили ее на старый сервер из-за требования СИОСов перенесли на другую верталку и не отключив на старом лицензии, удалили старый сервер. Да, там идет привязка непосредственно к физическому серверу. Если у вас тестовая лицензия, то вам нужно пообщаться с пресейл, который вам ее предоставил. Она довольно быстро делается. Если коммерческая, то с менеджером. Если вы нам утром отправляли запрос, я некий подобный запрос сегодня увидел, коллегам из пресейла передал, я полагаю, скоро вы обновленную лицензию получите. Хорошо, я себе эту информацию помечу. Еще раз попрошу пресейлов наших перепроверить. Так, ну, я полагаю, что если вопросы были, они были заданы. Если нет, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь к нам на support. Мы на них ответим. И я полагаю, на этом тогда вебинар будем завершать.